В этом году, как говорят в народе, зима выдалась сиротская. Но к выходным температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Такого не было с ноября прошлого года. Конечно, люди отвыкли от заморозков, но пешеходам и водителям в связи с новыми погодными условиями надо вспомнить о безопасном передвижении через дорогу и по дороге. Вплоть до 10 февраля в московском регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, что приведет к сильному гололеду. Как бы хорошо коммунальщики не очищали дороги и тротуары, людям стоит самим позаботиться о собственной безопасности. Хочется обратиться к нашим пешеходам, которые сейчас в условии гололедицы могут выбегать на проезжую часть дороги, соответственно, да, могут подскользнуться нечаянно, упасть. Будьте внимательны, осторожны на дороге при переходе проезжей части. Также снимайте капюшон, будьте бдительны, снимайте наушники, убедитесь в своей собственной безопасности. Радует, что пока несчастных случаев с участием пешеходов зафиксировано не было. Люди стараются быть внимательнее. Важно помнить, что видимость при осадках затруднена и в темное время суток стоит носить на одежде светоотражающие элементы. Стараемся на зеленый цвет только соблюдать все правила дорожного. Ну что ж, как всего, обувь удобная, чтобы не скользящая. Стараемся, но если бы транспорт поближе, бордюры остановились, это другое дело. Иногда бывает дальше, а там скользко. Был случай, я чуть не под колеса попал. Еще внимательнее от непогоды стоит отнестись автолюбителям. В гололед тормозной путь увеличивается в четыре раза, поэтому следите за скоростью и соблюдайте дистанцию. Это правила дорожного движения, как это особенно? Их либо соблюдаешь, либо нет. Но на такой дороге, естественно, надо повнимательнее быть. Главное дело – соблюдать дистанции, чтобы не было аварий на дорогах у нас. Особенно, чтобы люди за свою жизнь не только беспокоились, а, грубо говоря, за других людей тоже беспокоились, которые за рулем. Как правило, люди расслабляются и привыкают к более резким маневрам, а потом наступает неожиданно зима. Такое ощущение, как будто иногда удивляешься, как будто она наступила в августе месяце. Поэтому приходится более аккуратно водить, ну и думать вперед на много шагов. Особая концентрация внимания водителя должна быть на эстакадах и мостах. Они сильнее подвержены обледенению. И усвоите основные правила при возникновении заноса. Необходимо нажимать плавно на педаль тормоза, соответственно, нажал, отпустил, нажал, отпустил. Ни в коем случае нельзя делать резких торможений, потому что может занести, соответственно, и печальные последствия могут наступить. Самое эффективное – это торможение двигателем. Выжать сцепление, соответственно, переключиться на пониженную передачу, двигатель начинает набирать обороты, и, соответственно, происходит остановка автомобиля. И все же, дабы не доводить вождение до заносов, будьте предельно внимательны и аккуратны. Торопиться в этом деле не стоит. Как-никак на машине быстрее, чем пешком. Насладитесь зимой, которая пусть и ненадолго, но заглянула в Подмосковье. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.